На лице проявляется изменение со стороны осанки. Изнеможенные лица с утопающими орбитами и нижней челюстью, как правило, сутулиться. Если на лице проявляется односторонняя симметрия, то в теле присутствует боковой наклон. Если в лице видна диагональная симметрия, то это, как правило, является следствием скрученности со стороны осанки. Поэтому заниматься мимикой лица, выравнивать морщины, улучшать подвижность мышц лица нужно не изолированно, а через гимнастику, которая одновременно выравнивает и осанку. Давайте разберем все более подробно. Если со стороны осанки появляется сутулость, то шея автоматически меняет свою естественную кривизну выпуклостью вперед, сглаживается и вытягивается вперед. И это движение сглаживания шейной дуги приводит к утопанию нижней челюсти назад. От этого происходит провисание мышц диафрагмы рта и появляется второй подобородок. Вынужденное напряженное положение шеи приводит к напряжению мимичной мускулатуры челюсти, губ. Губы становятся напряженными, узкими, вытягиваются в одну линию. При этом при таком положении шеи формируется неправильное положение языка во рту, и он не дает нужную опору на небо, что заужает верхнюю челюсть. И это проявляется в завале линии лица, углублении орбит и появлении кругов под глазами. Поэтому наша осанка проявляется на лице, и даже не видя человека целиком, по лицу можно предполагать о его осанке. Комплекс упражнений гимнастики по методу Фильденкрайза направлен на то, чтобы одновременно улучшить осанку, изменить положение шеи и челюсти в пространстве, наполнить лицо красотой и здоровьем. Присоединяйтесь к урокам движения по методу Фильденкрайза, будьте молодыми и красивыми. Если со стороны осанки появляется боковой наклон, и это приводит к напряжению мышц шеи со стороны наклона, то в лице появляется асимметрия. Челюсть смещается в противоположную сторону от наклона, напряженные мышцы вызывают западение щек, уменьшение глубины орбиты и появление дополнительных морщин у глаза. Для того, чтобы улучшить симметрию лица, нужно заниматься одновременно и симметрией осанки, и симметрией мимической мускулатуры. И уроки по методу Фильденкрайза подходят для этого наилучшим образом. Улучшенность в теле проявляется асимметрией в лице. С одной стороны западает орбита, а с другой стороны сглаживается угол челюсти. И такая диагональная асимметрия неравномерно напрягает мышцы лица, и это приводит к тому, что мимические морщинки образуются быстро, перенапряжение мышц лица делают мимику скованной, неестественной, и все наши эмоции застывают на лице. Для того, чтобы улучшить мимику, выровнять напряжение мышц лица, нужно заниматься не только гимнастикой для лица, но и выравнивать осанку в теле. Уроки по методу Фильденкрайза все направлены одновременно на улучшение осанки, уменьшение скованности в теле и улучшение тонуса мимической мускулатуры, разглаживание морщин, придание ему, лицу, симметрии и живости. Присоединяйтесь к гимнастике по методу Фильденкрайза, занимайтесь регулярно и с удовольствием.